Всем привет. Сегодня хочу снять такое кратенькое видео, но очень полезное. Почему? На рабочем принтере у меня высветилась на экране, на принтере МП-190, ошибка Е27. Ошибку я убрал и решил снять видео, потому что это очень просто. А позвонил в сервисный центр, как исправить это, сказали, что эта услуга не стоит, ну, если перевести, то 6 долларов на наши деньги, да, считай 7 долларов. Ну, а работы тут вообще 3 секунды, и дело проще простого. Ну и приступим. Если вы включили один момент свой принтер, и здесь высветилась ошибка Е27, то это значит, что ваш датчик чернил переполнен. Как с этим бороться и как это исправить? Да исправить очень просто. Первая задача, надо выключить принтер и перевести его в сервисный режим. Для этого мы зажимаем треугольник наш, кнопку включения, держа эти две клавиши, два раза нажимаем треугольник. Раз, два. Зажали и пустили две клавиши. После того, как мы пустили две клавиши, мы ждем, чтобы на экране попался нор, то есть не попался, а оказался или высветился, более правильно сказать. Ждем мы этого ноля. Когда этот ноль у нас будет на экране, это значит, что наш принтер находится в сервисном режиме, и мы сможем работать с ним через программу, которая называется «Вот, ноль высветился». Далее у нас на экране вот мастер нового оборудования, все вопросы, то есть вот так вот. Мы все это дело отключаем, далее сворачиваем и заходим на нашу флешку. Заходим на нашу флешку и открываем программу «Сервис Тул 3400». Запускаем ее. Если у вас Windows 10, 7, то администратора, а если обычно, то просто запускаем, то есть Windows XP имеется в виду. Здесь мы можем тестирование произвести, тестовую страницу напечатать, очистку сделать, глубокую очистку сделать, и также можно сбросить абсорбер чернил. Вот, например, пошли вы сбрасывать абсорбер чернил в какой-то сервисный центр, вам выставили здесь вместо нуля 50%, да, и вы будете ходить к ним и платить по 6 долларов все время. Ну, я просто говорю, если это. А мы ставим 0, то есть абсорбер чернил на 0. Нажимаем «Применить», все функции сделаны. Потом включаем-выключаем наш принтер. Это я сделал, то есть пару минут назад, просто уже видео снимаю по окончанию. И наш принтер все работает, все печатает. Вот так, вот так вот такое вот кратенькое, на полезное видео, как сбросить абсорбер чернил или памперс по-иному, и не затратя ни этом, ни копейки. То есть не надо ни принтер никуда везти специалистам. Вам понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Ссылку на данную программу скину внизу под видео. Всем пока.